Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире итоговый выпуск информационной программы «Есэляк Парад» и сегодня вы увидите. Повышая коллективный иммунитет, ветеранские организации региона призвали североказахстанцев к вакцинации. В Казахстане проходят тренинги-семинары для депутатов маслехатов всех уровней. Обучающие курсы прошли и избранники народа из северного региона. В память о талантливом земляке в Петропавловске прошел вечер, посвященный 70-летию Зейнолы Акимжанова. Под председательством президента Касым Жемарта Тукаева в формате видеоконференц-связей состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. Глава государства отметил, что благодаря конструктивной политике Ельбаса в стране сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, эффективность которой признало мировое сообщество. Президент напомнил о том, что в своем послании народу особо выделил значение укрепление единства страны, отметив, что важная роль в этом направлении возложена на Ассамблею. Вместе с тем в выступлении было отмечено, что проблемы в этнической сфере могут быть использованы в деструктивных целях. Для исключения рисков глава государства заявил о необходимости разработки системных мер по преодолению негативной тенденции образования замкнутых этнических районов и кварталов сельской местности и городах страны, поддержки институтов гражданского общества, а также профилактику социальных, криминальных и бытовых конфликтов. Сегодня под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, где был рассмотрен законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок. Сенаторы поддержали обозначенные ранее в законопроекте новеллы по сокращению количества оснований для госзакупок способом из одного источника, персональную ответственность первых руководителей заказчика. Также дополнительно предложили исключить возможность одной компании принимать участие в госзакупках для получения консультационных услуг и строительно-монтажных работ на одном и том же объекте строительства. Помимо этого отмечена необходимость формирования критериев по определению боеприпасов, дальнейшее хранение которых представляет реальную опасность и требует незамедлительного уничтожения. Состоялось очередное заседание Государственной комиссии по проведению 175-летнего юбилея Жамбы Лажабаева. Госсекретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев отметил, что юбилей – это знаменательное событие, поэтому предстоящие запланированные мероприятия необходимо проводить на высоком уровне. Ранее в обращении были введены коллекционные монеты и специальная почтовая марка. Стоит сказать, что избранные произведения поэта были переведены на иностранные языки. Теперь свет выходит в многотомная книга «Жамбыл Салган» Данглжол. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в этом году составила 4 миллиона 300 тысяч гектаров. В Североказахстанской области уборку зерновых уже завершили. Валовый сбор составил 3 миллиона 288 тысяч тонн. Средняя урожайность по области достигла 11 центнеров с гектара. Больше всего собрать удалось в Казлужарском, Акаинском и Исильском районах. Там урожайность превысила 14 центнеров. Что касается масличных культур, аграрии области собрали урожай с 863 тысяч гектаров. Это 90%. По предварительным данным, средняя урожайность составляет чуть больше 6 центнеров с одного. Картофель убрали на площади 32 тысяч гектаров. Валовый сбор составляет 435 тысяч тонн. Средняя урожайность – 136 центнера. Что касается овощей, валовой сбор составил 80 тысяч тонн. Средняя урожайность – 130 центнеров. Число инфицированных коронавирусом за прошедшие сутки снова увеличилось. Положительный ПЦР-тест выявили у 151 человека. Больше всего больных выявляют в областном центре и Казлужарском районе. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции вирусом заразились 27 тысяч 120 человек. В инфекционных стационарах находится 771, загруженность составляет 48%. В карантинном лежат 14 человек. За прошедшие сутки от болезни скончались 3 человека. А всего с начала пандемии – 266. В Северокарстанской области на сегодняшний день общее число вакцинированных первым компонентом составило чуть более 247 тысяч. Полный курс прошли 230 тысяч 77 человек. Уровень вакцинации в регионе остается низким. Для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо достичь показателя в 374 тысячи. Не пренебрегать возможностью обезопасить себя от заболевания COVID-19 североказахстанцев призывают в члены ветеранских организаций. Галина Ядакова – одна из тех, кто с начала вакцинации решила поставить прививку. Год назад в семье женщины произошло горе. От коронавируса умер зять. После случившегося – вакцинироваться или нет – вопрос не стоял. Тяжело люди болеют. И после COVID-19 очень тяжело выходят. У меня сестра родная очень долго выходила. Сейчас вторая заболела. И тоже сложно выходит из этой ситуации. Поэтому это на нашей семье, я думаю, что я для себя сделала вывод, что надо привиться. Защитить себя должен каждый, говорит заместитель областного совета ветеранов Бейбет Абелев. В его семье прививку получили все. С начала карантинных и ограничительных мер родственники старались избегать мест массового скопления людей и отказались от проведения и участия в торжествах. Областной совет ветеранов. Мы сейчас проводим агитационную, разъяснительную работу среди ветеранов. Именно среди председателями районных советов, членами постоянной комиссии проводим работу, чтобы в первую очередь наши старшие люди показали пример, вакцинировались. И тем самым они обезопасили себя, своих близких, родных. Поэтому мы поддерживаем и призываем еще раз, кто еще не вакцинировался, еще не поздно. Нам надо, если вместе будем, и мы должны победить этот вирус. Сегодня в сутки в регионе вакцинируется от 400 до 500 человек. Между тем, рост заболеваемости COVID-19 в области не снижается. Ежедневно регистрируется чуть менее 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Загруженность коечного фонда составляет 46%. В реанимационных отделениях находится 51 человек. С 19 сентября от COVID-19 скончались 74 североказахстанца. Анастасия Дроняк, Рембек Бегужаев, Служба новостей. Депутаты маслехатов всех уровней Североказахстанской области приняли участие в тренинге под названием «Усиление роли и потенциала маслехатов». Организаторы семинара «Фонд развития парламентаризма в Казахстане». Спикерами выступили директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», исполнительный директор некоммерческой организации «ЗЕРТЕО» «Ресерч-институт», представители Академии государственного управления при президенте. Приветственными словами выступили участники встречи. Депутаты районных маслехатов присутствовали на семинаре в онлайн-режиме. Секретарь Североказахстанского областного маслехата Владимир Бубенко отметил значимость данного мероприятия для депутатов всех уровней и выразил готовность на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Значение сегодня обучения депутатского корпуса имеет огромное значение, потому что меняются положения, как уже говорилось, меняются законодательные акты. Цель встречи – обучить новый состав корпуса депутатов всей Республики Казахстана новым технологиям, законодательству в сфере депутатской деятельности, формам взаимодействия с избирателями, бюджетными процессами. Депутаты недостаточно открыты, не всегда пользуются социальными сетями, и они находятся не на освобожденной должности. Это для них как общественная нагрузка, и поэтому не всегда знают все формы взаимодействия. И вот поэтому мы будем показывать, как это лучше сделать через средства массовой информации, социальные сети, чтобы быть ближе к проблемам людей. Депутаты поблагодарили организаторов за возможность расширить свои знания и компетенции, а также отметили высокую необходимость проведения подобных обучающих семинаров. Сегодня проходит первый семинар «Усиление роли и потенциала маслихата». Я думаю, такие семинары являются необходимостью. Он проходит как оффлайн, так и в онлайн режиме. И целью здесь является не только обучение, но и, наверное, мотивация для депутатов, чтобы они усилили и применили новые навыки в своей работе, в работе с населением. По итогам тренинг-семинара все участники получат сертификаты о прохождении обучающего курса. Всего по стране пройдет 17 семинаров, которые закончатся масштабной конференцией. Наталья Итова, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. Караван закона. В рамках реализации концепции слышащего государства под таким названием сотрудники областной прокуратуры провели встречу в онлайн-формате и ответили на вопросы североказахстанцев. На связи присутствовали уполномоченные прокуроры всех районов. В основном затрагивали темы бизнеса. Сейчас в областной прокуратуре действует общественный совет, который принимает вопросы, жалобы и претензии от всех бизнесменов. Незамедлительно сотрудники прокуратуры выезжают на место и разбираются в ситуации. Кроме этого, наш регион является главной житницей всей страны. И зачастую возникает множество вопросов, связанных с паями и пастбищными угодьями. С этой проблемой тоже помогают разобраться сотрудники прокуратуры. Прямой эфир длился около пяти часов. Больше двухсот человек смогли обратиться в уполномоченные органы и получить разъяснения на свои вопросы и проблемы. Затрагивали темы малого и среднего бизнеса, образования и здравоохранения. Но больше всего сельского хозяйства. Финансовые потери, изъятие машины и даже заведение уголовного дела. Все это может грозить автовладельцам, приобретавших автотранспорт на иностранном учете. Чтобы обезопасить себя от серьезных проблем, необходимо еще до сделки купли-продажи знать историю автомашины, убедиться в подлинности документов на нее. В целях предупреждения возможных рисков административные полицейские североказахстанской области активизировали разъяснительную работу. Сотрудники процессингового центра областного департамента полиции проводят рейды, в ходе которых разъясняют автовладельцам возможные последствия эксплуатации автотранспорта, не имеющего казахстанской регистрации. Полицейские раздают памятки с алгоритмами и буклеты, в которых указаны контактные телефоны специального колл-центра. Управление административной полиции департамента североказахстанской области проводит информационно-агенциационную работу с автовладельцами транспортных средств, именно зарегистрированных в иностранном государстве. То есть на сегодняшний день имеют факты, также имеют место транспортные средства, которые были незаконно зарегистрированы, также находились в розыске. Владельцам транспортных средств избежать таких рисков, рекомендуем законно зарегистрировать свои транспортные средства, прежде чем покупать, проверять все документы на законность. В целом за 9 месяцев этого года процессинговым центром полиции было оказано около 60 тысяч госуслуг. С начала года в нашем регионе зарегистрировано 21 193 транспортных средства, снято с учета более 19 тысяч. Выдано около 16 тысяч комплектов государственных регистрационных номерных знаков. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим сотрудникам за то, что все-таки о нас беспокоятся, проводят какую-то разъяснительную работу среди граждан, потому что многие граждане, они просто не знают об опасности, что очень рискуют, когда приобретают автомобиль в другом государстве, который оформлен неизвестно на кого, неизвестно как, неизвестно почему. Вопросы регистрации и перерегистрации транспорта, прием экзаменов, выдача водительских удостоверений, свидетельства о регистрации, а также государственных регистрационных знаков – все это входит в работу сотрудников центра. При этом одним из основных направлений работы являются мероприятия по регистрации автомобилей, везенных в Республику Казахстан и за рубежа. Полицейские напоминают, по вопросам регистрации, снятия, приобретения транспортных средств, в рабочее время по будням можно обратиться на телефон горячей линии процессингового центра по номерам 320019-320022. Анастасия Дроняк при содействии областного департамента полиции. В Центральной городской библиотеке имени Ивана Шухова прошел вечер памяти за Манананшим Шарага, который посвящен 70-летию Зейналы Акимжанова, члену Союза писателей Казахстана. Организован он литературно-музыкальным клубом «Сана». Подробности в сюжете. Зейналы Акимжанов родился 1 июля 1951 года в селе Мангильды Жамбылского района Североказахстанской области. Учился на факультете филологии Казахского государственного университета. Работал в должности заведующего литературным отделом газеты «Солтыстек Казахстан». Сегодня его коллеги и друзья вспоминают о нем с большим уважением и теплом. Он был смелым и очень талантливым. Мы всегда слушали все, что он говорил нам. Что касается его творчества, оно особенно и всегда будет в наших сердцах. Как было отмечено, Зейналы Акимжанов не только профессиональный журналист, но и одаренный поэт. Им написано около 500 стихов. Также он переводил произведения многих русских авторов, таких как Александр Блок, Иван Шухов, Владимир Шестеряков. На сегодняшнем мероприятии гости подробно рассказали о жизни и творческой деятельности Зейналы Акимжанова, познакомились с его стихами и произведениями. Вся общественность по сей день остается впечатленной его уникальными качествами, талантами и преданностью профессии. Поэт и журналист Зейналы Акимжанов за свою жизнь написал множество трудов. Например, его книга «Нурлы Шуак» вышла в 2007 году в городе Алматы. Тираж небольшой – 150 штук. О ней знали немногие. У нас в планах посодействовать тому, чтобы эту книгу прочитали больше людей. А для этого нужно выпустить ее еще большим тиражом. Стихотворения Зейналы Акимжанова о родине, жизни, природе, любви, героях жирал всегда находят своего читателя. И еще долгие годы останутся в памяти народа. Младина Нуркина, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. Андрей и Ирина Меркель – одна из тех семей, которые внесли значительный вклад в развитие культуры и работают рука об руку в жизни и искусстве. Жители Тимирязевского района состоят в творческом коллективе, пишут музыку и песни. У пары, прожившей в браке более 40 лет, двое детей и семь внуков. Андрей Меркель – житель села Тимирязево. Музыка мужчину привлекает еще с детских времен. Героя нашего сюжета, любовь к этому искусству перешла от отца. Он играл на нескольких струнных инструментах – мандолини, гитаре и балалайке. Выступал на различных мероприятиях. Изначально Андрей Андреевич вместе со старшим братом и другими молодыми людьми образовал небольшую музыкальную группу и ездил с гастролями. В 1976 году, работая водителем на транспортной базе, он сформировал эстрадный ансамбль с участием местных сотрудников. Именно тогда он заинтересовал руководство местного дома культуры и в 1980 году переехал сюда работать. Когда я перешел в дом культуры, часть ребят пошло со мной туда, а часть осталась. А я параллельно еще работал в доме культуры и немножко здесь подрабатывал в автобазе, держа этот ансамбль. Ну а потом он, к сожалению, распался, и я уже там создавал новые. Эти ребята уже стали отходить, вот мои ровесники. И я там уже создал ансамбль более-менее молодых ребят. Совсем молодые были там, десятиклассники после 10 класса. Жена Андрея Андреевича Ирина Викторовна продолжает поддерживать своего мужа во всем. Она также писала песни и играла на клавишных еще с детства. Как во всеми известной песне, музыка их связала. Благодаря любви к искусству они познакомились в 70-х годах. Глава семьи играла на гитаре, она играла на клавишных. В 1980 году они поженились. Когда первый раз появилась песня «Мама Мария» итальянская, мне она очень понравилась. Я написала слова. Ну, я русский текст на эту музыку. Но просто потом стеснялась кому-то ее показывать. И это вот уже лет 5-6 назад как-то так получилось, что вот эти пошли, эти минусовки через интернет. Вот я ее стала петь. Семья Меркель воспитали сына и дочь. Сейчас у них уже семь внуков. Музыкальные качества Андрея и Ирины Меркель передались их сыну Андрею. О, край мой, Тимирязевский родной, Моя судьба, моя любовь и доля. В самом начале пара образовал дуэт, а затем в эти ряды вступил сын. И они стали семейное трио Меркель. В настоящее время Андрей возглавляет районный дом культуры. Началось с того, что меня еще, как я по фотографиям знаю и по рассказам, что еще младенцам, так скажем, принесли в дом культуры, вот где я сейчас являюсь директором, принесли на сцену, водили на репетиции, когда у них вот был ансамбль. Наверное, тогда уже это все зарождалось. Потом во сколько, мама, в три, наверное, да, года или в пять лет меня посадили за фортепиано уже. В принципе, уже когда я пошел в школу, в шесть лет, я уже мог себе сам, не без всяких нот, мог сам себе сыграть. На слух. Да, на слух сыграть и спеть. Семья, оставшая радостью Тимирязевского района, к тому же является интернациональной. Они часто поют собственные песни на разных инструментах. В настоящее время в их репертуаре около 60 песен. Айман Кузимбаева, Майгуль Сильбек, Служба новостей. Казахтай Ель Кайда. Под таким названием Североказахстанской филармонии прошел концерт. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Помимо уже полюбившихся зрителю номеров, творческие коллективы филармонии представили и новые. В концерте принимали участие солисты Североказахстанской филармонии Василя Габидулина, Даниш Курманкина, Жанат Айтпаев, Светлана Лагвиленко, Асхат Таушев, Еркебулан Карипов. Оркестр казахских народных инструментов Североказахстанской областной филармонии имени Сега Сера под чутким руководством дирижера-обладателя почетного знака Мадзинет Кайраткера, Кайрла Гафурова и другие танцевальные ансамбли и студии. В связи с распространением коронавирусной инфекции мы давно не встречались со зрителями. Тем не менее, артисты выступали онлайн. Мы рады, что сегодня появилась возможность организовать большой концерт. Надеемся, что в будущем зрителей будет столько же, сколько и сегодня. Областная филармония Петропавловский создана в 1965 году. С тех пор она неизменно остается главной музыкальной досопримечательностью региона. Невероятно, калейдоскоп эмоций подарил зрителям прошедший концерт. Впереди у филармонии много планов, связанных с подготовкой новых концертных программ и творческих номеров. Аида Ермегова, Адель Муржанов, Служба новостей. Это были все новости дня. Смотрите нас на сайте www.petropal.tv.kz Хорошего вам вечера!